Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Указанное пророчество в тексте Евангелия связано с другими словами. Все сие Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 34. Отчего же Господь избрал такой способ проповеди? По мысли святителя Иоанна Златоуста, спаситель говорил притчами, дабы сделать слова свои более выразительными, облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы представить глазам. Блаженный феофилакт Болгарский отмечал, что в использовании иносказательной формы было заключено стремление оградить от Божьего наказания тех, которые не ищут правды, чтобы знание должного не послужило к большему их осуждению. Еще одно толкование принадлежит византийскому экзегету XI века Ефимию Зигабену, который полагал, что Христос учил притчами, чтобы на нем сбылось предсказанное пророком Давидом. В X веке до Рождества Христова воцарился праведный Давид. Во всяком государственном деле Бог был с ним, и он обезопасил Израиль от всех врагов и ввел справедливые порядки. Много заботился он и о славе Бога и ветхозаветной религии. Пусть Господь не разрешил ему построить храм, Давид все же учредил новый порядок служения левитов и ввел в ветхозаветной церкви обычай, который уже три тысячи лет любим верующими – псалмопения. А псалмы были не просто песнями, они, как свидетельствует Христос, составлены по вдохновению Духа Святого. И его сверхъестественное действие видно из наличия в псалмах многих сбывшихся пророчеств. В зачине псалма 77-го есть слова «Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности». Притча, по-еврейски «машал» – многозначное слово, которое может означать пословицу, как притчи Соломона, поучительный рассказ, иносказание или вообще текст, имеющий в себе глубокий смысл. Греческое слово «параболаис» – то же самое, которым названы притчи Иисуса Христа, то есть рассказы, выражающие предметами и явлениями материального мира, духовные реалии. Пророк добавляет, что он готовится произнести «гадания», по-еврейски «хидот», в смысле загадочные слова, смысл которых не сразу понятен. 70 толковников перевели это словом «проблемата», то есть «задачи для размышления». Но если посмотреть на текст Солма, то смысл его кажется очевидным. Колено Ефремова начало отступать от Бога, потому что оказалось неблагодарным ему, забыло, какие чудеса сотворил Бог в Египте, какие грозные знамения и казни произвел там, чтобы вывести народ свой из рабства. Они уподобились древним израильтянам, которые, несмотря на все Божьи благодеяния, роптали, не были довольны даже манной, хлебом небесным, а потому пришел на них гнев Божий. Но Господь миловал их, привел Израиль в землю обетованную, а те все равно избрали новых богов, за что и потерпели бедствие. Но истинный Бог спас их и поставил над ними верного царя Давида. Казалось бы, чистая история, незамысловатый текст. Где же иносказания и загадки? Ответ на этот вопрос мы можем найти в Новом Завете. Таинственный смысл Псалма в предзнаменовании будущих времен, когда уже вещал не пророк, а Господь пророков. Псалмопевец Асав изображает собой Господа Иисуса Христа, учащего народ притчами, посказанному евангелистом Матфеем. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста мои, из реку сокровенная от создания мира». На берегу Генесарецкого озера Господь через притчи учил народ от века сокрытой тайне, своему делу спасения и наступления Царства Божия. Почему же Господь говорил притчами? Потому что люди с ожесточенным сердцем не были способны открыто принимать тайну спасения, и потому Христос скрывает от них смысл, побуждая думать и запечатлевая в их душах истины яркими образами. Из этого мы научаемся тому, что и ветхозаветные, и новозаветные писания не так просты для понимания, как кажется. В них есть загадки для человеческого ума. Но автор Библии, Дух Святой, во все дни пребывает в церкви и дает ум разуметь Писание. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok